Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помил меня грешного. Это я продолжаю. Вот какая страница у нас. 56. Нет, и не 56 надо. Ну-ка, сейчас назад вернусь. Вот она как называется. Почему церковь накрыла бесовская волна грызни, своих своими же. На 27 странице я остановился. Я сейчас ее туда, 27 и пойду дальше. Я раздел по страницам. 25. Вот 26. Вот 27 страница. Вот. Смотрите, что делается. Пытается просить, крылья машет, а тот даже не глядится. В один день отрекся. Пьет вот. Потом этого маленького, вот этого, тоже будем кормить. Ну, еще с неделю покормим. Дальше он сам. Гляд, он пытается повернуться. Итак, пошел дальше. Вторая часть этой статьи. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействии. Что я жестоко гнал церковь Божия, опустошал ее и преуспевал в иудействии более многих смертников, вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Которое большое, это то, что Максим Степаненко выделил. Я не, даже это старался так. А вроде в своем он не выделил. Так, в галатам 1, 13, 14. Где он их там делал черным или как-то, я сделал больше. И сразу видно, что это он выделил. Вот она порча. То есть внутри церкви. Болезнь души при ее поражении парисейством. Дикая, неограниченная ревность о преданиях старцев. Как мне. А вы против мощей. Я не против. Где против-то? Я против того, чтобы резали. Этого нигде нету. Ни один никто не соглашался. Ну а как же Иоанн Дамаскин? Ну Господь сказал, прах ты в прах возвратишься. А Иоанн Дамаскин? То есть, Иоанн Дамаскин выше Бога, выше Святой Троицы. Это кто мне? Сергей Дудин ко мне, когда начал привязываться. Я за мощи, за мощи, что собрать все и счестью захоронить. Выполнить повеление Божие, а не предание старца. Это старцы. А другие старцы на этих старцев ссылаются. И к конца края этому нет. Вот опорча. Болезнь души при ее поражении фарисейством. Дикая, неограниченная ревность о преданиях старцев. Святые отцы сказали. Святые отцы не сказали. Не в одном лицемерии. Главное, беда религиозного фарисея стоит еще в том, что эти люди пытаются заставить Бога втистываться в рамки человеческого мышления. Это Максим пишет Степаненко. В рамки мышления их старцев. И все, что не входит в эти шаблоны мышления, они пытаются уничтожить. Кого? Пророков. Сына Божия, святых, талантливых проповедников, миссионеров. Ради одного Иоанна Дамаскина. Как у старобрядцев. А Максим исповедник сказал. Ну, сказал и сказал. Он за это ответит. Федор студит. Вот два. Федор студит. Два. Как будто идолы какие-то. Я говорю, Господь по-другому сказал. И Антоний говорит с середиками, обращайтесь кротко, чтобы обратить-то. Нет. Святые отцы говорят. Ну, какие именно, какие? Святые отцы. Яркий пример этому. Когда из-за исцеления в субботу людей от неисцелимых тогдашней медицинной болезни сына Божия хотим убить. Видя явное чудо, эти безумные ревнители предания старцев хотели убить мессию и даже тех, кого он спас от смерти. Лазаря. Решили и Лазаря убить. Случай со слепорожденным прошу прочитать полностью. Ибо это ключ к пониманию бесовской волны травли талантливых проповедников Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Впрочем, чтобы понять суть, сейчас достаточно прочитать это. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. И далее Максим выделяет. Всего же не знаем, откуда он. Человек прозревший сказал им в ответ. Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он. А он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз отчасти порожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ. Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его. Иоанна 9, 29, 31. Дальше Максим Степаненко говорит. Подавляющее большинство людей, участвовавших в травле, упомянутых проповедников и миссионеров. Он там перечисляет Владимира Головина, Ткачева. И меня поминает. Меня травили больше их всех. Я посчитал, на меня около 200 с лишним роликов уже составлено. Специально там обличь, лапковщина, обличитель, еще-то еще там названия какие, христолюбцы. Ну то есть названия своими. Так. Проповедников, миссионеров, эти бездари и невежды. Неучи, худые организаторы и проповедники. Они, как и древние еврейские учителя, являют религиозно-профессиональной невежественностью фарисеев. Во-первых, смотрите. Невежные фарисеи объявили, что он родился во грехах. А между тем ученики его спросили, кто согрешил. Он или родители, что он родился слепым. Но мы эти слова не можем выбросить. Это слова, которые содержатся в Евангелии. Я их выделяю. Что родился? Иисус отвечал. Не согрешил ни он, ни родителей его. Но это для того, чтобы на нем явилось дело Божие. Эти фарисеи показали не только свою невежественность, но при всем, при всех оболгали человека. Запомните это. Ты во грехах родился на меня. Неретик, псевдоправославный, псевдопроповедник, лжемиссионер. И толкутся на этих словах. Мне некогда ваши слова разбирать. Лжехристы. Вот кто появились. Во-вторых, они сами признали, что им неведомо, откуда Христос. И главное, гуру, гуру, это гуру сказал. А гуру это учитель, это не ругательное слово. В-третьих, видя явное чудо, а они, закрытые шаблонами человеческой, в кавычках, традиции, преданиями старцев, в субботу нельзя лечить, не смогли логически свести концы с концами, что сделал простой необразованный инвалид. Почитатели Галлина, Ткачевы и тому подобное. Но это вообще здорово. Простой необразованный инвалид, который, ну какой-то себе порожденный был. Когда назначена была комиссия одна, я мог бы ее попутно даже показать, о том, что у меня вытащила иконы, то, чего, как. И оказалось, что народ невежественный, там архиоматрии-экономцы, другие говорят, так невежественные, то чего, вы их не учили. Ни один из них там, на своих, кто там, ученики, их не скажет этого. Дальше. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю, того слушает. А что меня Бог слушает, допустим, или отца Владимира, это любовь скажет. А почему? Видно это потому, какие люди рядом. Как невежественные фарисеи, увлеченные в своем невежестве, ответили необразованному инвалиду. Как? Они не разложили, не обличили неправоту его слов. Они просто дискредитировали его личность, унизили. Сказали ему опять, во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. Яна 9, 29, 31. Именно личная дискредитация является главным методом травли бездаревых фарисеев и Бога. В лице талантливых проповедников и миссионеров. Бога они травят. Через которых Бог и действует в этом мире. Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? На меня. Ты был баптистом, ни одного дня не был. Ну, то есть, показать надо, какой я плохой. А раз плохой, значит, и материалы, книги мои никуда не годятся. И вот парадокс. Фарисеи, пытающиеся Бога втиснуть в свои человеческие рамки, не видят великую силу Бога, совершаемую в глиняных сосудах, в немощных человеках. А почему не видят? Потому что они думают, что можно спастись законом, своими усилиями, через возрастание в идеальности, через пост, молитву, монашество. Люди немощные, несовершенные, у них вызывает раздражение и неприязнь. Как коробит некоторых коринфян эпилептика апостол Павел. Почему эпилептик, я не понял. Вероятное медицинское объяснение вот этого, второе коринфянам 12.7. Ну, там невеждая себе говорит. Не священник, не монах. Ха-ха, третий сорт. Не брак. Что хочет сказать этот свой слов? Деяния 17.18. Лишенные даров и благодати Божией, бездари и фарисеи, не понимают слов великого таланта с большой буквы нашей церкви апостола Павла. Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодати моей. Ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Второе коринфянам 12.9. Я попутно все это говорю. Вот смотрите, сколько Максим открывает. Я называю это выступление Максима Степаненко посланиями столетия. Это Господь все так сделал. Его рукой ангел водил. Вот это все он написал. Он написал мне о всей болезни церкви. Несколько слов скажу о лицемерии парисеев. Например, и тот, кто наночал травлю протеерея головина, с радостью воспринял решение его сана, и тот, кто изверг его священнического сана. Оба должны быть лишены сана по 14-15 правилам 6-го Вселенского Собора. Сами-то какие? Особенно я гляжу, как это кощунствовал Максим Георгиев. Или Максим Георгиев вот такой вот сидит. Все, теперь только к нему не отец, а Владимир Валентинович обращается. Кощунники. Интересно, главное. Вот когда эти кощунники, им не дано даже рядом посмотреть, что делается. 14-е правило 6-го Вселенского Собора. Правило святых и богоносных Отец Нашим дособлюдается и всем. Добава пресвитера прежде три десятилетия, ей рукополагайте. Собор вселенский. И это все в правилах у них. Они попирают подряд все. И патриарх, и все рядом. Все до одного. Ну, может быть, один-два только не нарушили это правило. Если бы человек весьма достоин был, но отлагайте до уреченных лет. Ибо Господь Иисус Христос в три десятые лета крестился и начал учить. Подобное и диакон прежде 25 лет, и диакониста прежде 40 лет, да не поставляется. И по диакон, 15-е правило, да поставляются не прежде 20 лет возраста. Если же кто в какую бы то ни было священную степень поставлен будет прежде определенных лет, двоеточие, да будет извержен. Ну, Максима здесь нету. Это не Максимовы слова, поэтому ими я сам распоряжусь. Вот смотрите, как я сделаю. Да будет извержен. Где это тут у нас? Вот она как. Как выглядит. Да будет извержен. Извержен хоть одного нет. Развратители канонов. Святую соборную, апостольскую церковь. Соборы это не только собрались вместе, но и соборы вселенские. Авторитетный толкователь Зонара, как и другие. Ну, другие это Вальсамон, Аристит. Писал, эти правила устанавливает лета возраста рукополагаемых. И определяют, что у пресвитера был рукополагаем в 30-летнем возрасте, диакон в 25-летнем. И деканиса по исполнению есть 40-го года. Ранее же сих лет не рукополагать их, хотя бы казались совершенно достойными рукоположения. Но отлагать, то есть соблюдать, выжидая исполнения сего возраста. И дальше. Если же кто будет рукоположен ранее установленных лет, толкователи говорят, то в наказание за преступление сих правил подвергается извержению. Извержение Исана. Ну, как ужасно. А кто это? Ну, видимо, этот пармен, епископ, который над головиной им есть. Ну, а это кто? Особенно боевой вид. Вот, пожалуйста, Новопашин, да благословит их Господь Бог. И ордена у него есть, и все есть. Но чего-то тоже, может, тоже не хватает. Епископ Щестопольский пармен и протерей Александр Новопашин по 14-15 правилам 6-го Вселенского собора должны быть извержены из сана, как рукоположенные во священнике раньше 30 лет. А патриарх Кирилл до 30-летнего возраста им епископы рукоположены. Это вообще редкость. Вот такие у нас в церкви лицемерные парисейские суды. Каноническое беззаконие и лицемерие. Увы, обыденность русской православной церкви. Либо примите на архиерейском соборе, что в русской православной церкви 14-15 правила 6-го Вселенского собора отменяются. Либо извергните из сана практически весь епископат и священников. Кстати, не в этом ли причина в бездарности наших священнослужителей и революции 17-го года? Такие ревнители были, как Ника, на вакуум. И оба до 30 лет рукоположены. 24 и 21. Ревнители. 6-й Вселенский собор связал и на земле, и на небе, указав на безблагодатность всех рукоположных во священнике раньше 30 лет. Бог и не дает даров таковым. Прошу обратить внимание, это Максим Степаненко пишет. И вот это, что между детям, это его слова, это не он сам писал. Я это сердцем чувствую. Мы все время молились об этом. И вот из всех, которые должность занимают, многие ли приехали у нас, приняли крещение. Он приехал в будущее в то время еще миссионерским отделом заведуя и принял крещение. Это человек мужественный, смелый. Например, Константинополь даже отменил указание апостола Павла о том, что священники должны быть двоеженцами. Насколько это законно? Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам, не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Галатам 1.8. И девятый стих это говорит. И второй раз. Тут фонарь нелицемерен, в отличие от русской церкви. На словах показывать себя оплотом православия, врагом модернизма, а на делах попирать каноны практически в каждом священнослужителе. В каждом. Поэтому вам рта раскрыть нельзя. Вы помните? Он начал говорить сперва ученикам своим «Берегитесь закваски фарисейской». А что за закваска? А какая она? А где ее покупали? Тут вопросы идут такие. Где? Которая священния? Луки 12.1. Вы знаете, когда наступила настоящая трагедия Иерусалимской общины, знаете? При гонениях? Нет. Когда фарисеи потоком наполнили первую церковь. А они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Деяние 21.20. Именно эти безумные люди, фарисеи, ревнители закона, чуть не угробили апостола Павла, выслушав о всех его делах и плодах, дел о всех чудесах. О всех чудесах! Они потребовали для проверки его правильности, чтобы он исполнил уже мертвый закон. Какое безумие! Я это говорил сотни раз везде. Именно фарисеи отравили своей закваской Иерусалимскую церковь, которая вскоре была рассеяна римлянами после двух взятий Иерусалима. Иерусалимская церковь, быв начатком веры, зараженная фарисеями, уже никогда не смогла стать важным духовным, богословским, миссионерским и тому подобным центром христианства, как это произошло с поместными церквями из язычников. Не говоря уже о том, что немало сейчас христианских общин иудеев выродились в секты. Доминирование сектамского мышления, мышление гетто, возрастающий тоталитаризм. Я маленечко отвлекусь, я поставлю вставку. Вставку почему-то исчезли от центра. Страницы исчезли. Почти 20 лет противодействия деятельности внешних сект сам Максим, председатель миссионерского отдела был. И только сейчас начинаю понимать, что больше всего сектантов именно в русской православной церкви она наводнена ими. Секта там показывает, где беда сект внутри церкви, беда сектантского мышления, начало поражать церковь Христову с самого ее начала. Это и отражено в первом послании к Коринфянам. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе, в одних мыслях. Ибо от домашних хлоиных сделалось неизвестным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят «Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов». Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? 1 Коринфян 12, 10-13. Уже давно заметил, что люди приходят в храмы не к Иисусу Христу, а они приходят в секту отца Михаила, в секту отца Александра, в секту в кавычках, в секту отца Евгения, то есть люди приходят под конкретную личность настоятеля и, или священников на приходе. И именно это становится психологическим самоограничителем роста общим. Люди, которым священники прихода не подходят под психотипу, со временем отсеиваются и уходят в другие храмы. Священники не учат Слову Божию. Люди привязываются к священникам и считают, вот гуру-то где вот, это хорошее слово, гуру-то. Ну, свои. А они пытаются, ну, на других взвалить это. Вот так. И горя, если на приходе подбираются два одинаковых психологических священника. А они-то будут служить душа в душу вместе. Только вот на приходе, как было 55 человек в воскресенье, 10 лет назад, так и будет потом. Прихожане годами приучены получать религиозные услуги в традиции секта отца Михаила. Видя иные предания старцев, иные модели поведения проповеди и тому подобное в секте отца Владимира, начинают их воспринимать как неправильные и даже еретические. Это вот на нашу общину, когда смотрят, это секта Игла. Запомните, главный недостаток любого религиозного мышления это шаблонность. И именно это, точнее то, что не соответствует шаблонам наших православных сектантов, предопределяет травлю талантливых проповедников и миссионеров, которые, будучи талантливыми, проповедуют и служат, служат не шаблонно. Нет, я должен так же понимать, поминать и так же делать, обязательно вокруг Матроны крутиться. А я и не против Матроны даже. Нет, ты должен при нас молиться. Как-то выступал на одном из приходов, говоря о шаблонности мышления верующих людей, и указывал на недостатки приходской жизни, чтобы способствовать увеличению общины и миссионерскому успеху. И что вы думаете, меня две женщины, словно сорвавшись с цепи, перебивали на каждом слове, перечили. А одна даже с возмущением заявила, что, мол, какое имею право указывать на чужом приходе. Действительно, какое право имеет апперхальный миссионер критиковать порядки в ее любимой секте. Ей все в этой секте нравится. Нельзя представить, с каким неистовым сопротивлением в наших сектах, на приходах в русской православной церкви, сопротивляются и будут сопротивляться священники и прихожане нововведениям, которые в действительности могут улучшить качество религиозной жизни. Вот мы заходим у нас в храм, 7 минут полное молчание. Вот видите у себя это? 7 минут углубленная молитва. Чтобы служба была как огненная. Это нужно было видеть, как корежило некоторых томских священников на перехальном собрании, когда, например, митрополит потребовал, чтобы перед крещением священники проводили две обязательные огласительные беседы. Две. Всего две беседы, Карл. Как некоторые находили по 100 отговорок, почему это не нужно. А 20-минутной беседы достаточно для вразумления наставления благочестия. Потому что второй раз они придут. Им нужно немедленно деньги с них снять. После такого мне приходит на ум мысль, что не только в бандиты и в проститутки попадают люди, обреченные на вечную погибель, но и в священники, и в епископы тоже. Это те, которые приготовлены к вечной погибели. Златоуз говорит, большая часть священников погибает. Вот на перехальном собрании сидят, допустим, 100 священников-то. Минимум 51 будут в аду. Да ни один не согласится с этим. Это где-то, но не у нас. После такого мне приходит на ум мысль, что не только в бандиты и в проститутки попадают люди, обреченные на вечную погибель, но и в священники, и в епископы. То есть, если они предназначены к погибели, они должны идти в священники. Именно нешаблонное служение протеерея Владимира Головина стало объектом самой жесточенной травли. В нашей секте наши великие старцы никогда не молились по соглашению. Значит, не должно быть запретить. В нашей секте наши великие старцы никогда мне таинства соборованы, не мазали маслом больных. Значит, этого не должно быть. Запретить. В нашей секте наши старцы только в чине игумена и епископа ходят с посохом. Запретить Головину в калошах ходить с посохом по улицам своей деревни. В нашей секте наши старцы не готовят себе загодя гробницы, а он приготовил заранее. Запретить. Ну а как же князей готовили? Это прямо написано. Могила. И когда я развеселюсь, ты мне напомни. В нашей секте наши старцы никогда не обращали внимание на то, что Назарянин, оказывается, был еще и человеком с человеческой физиологией. Распеть этого богохульника! Это вспоминается рассказ такой маленький. Иван Грозный заболел. Врача вызвали, врач посмотрел, и запор, у него уже запор. Клизму ставить? Клизму? Да ты с ума сошел? Помазаннюку Божию! На дыбу его! А царь болеет. Снова стали искать. Но нашли, который больше знает. Тот осмотрел, стучал, все проверил, анализы, кровь, моча, кал, все. Нет, тут запор, надо сделать. Клизму. Ты смотри, как сговорились. На дыбу! Пошли к немцу. Немец все хорошо знает. Хороший врач. Осмотрел, простукал. Еще не сделаешь клизму? Ну ладно, тут. Ну ладно, ты немчура. Никому не говори, что проверяли. Тебя не казнишь еще. Ты просто глупый. Пошли еще искать народные средства. И говорят, там на болоте где-то, живет старец один, но у него борода уже не седая, а зеленая. Вот он знает. Доставили, привезли его туда, в большом коробе, в корзинке. Долго смотрел, слушал, повернулся, руками развел. Нет, братцы, тут ничего не поможет. Как, совсем никак? Ну есть одно лекарство, оно вам не нравится. Я слышал про вас. Говори, сделаем. Пообещайте, что меня казнить не будет. Да что ради-то? Клизму ставить надо. Ох, ну ладно, Немчура-то еще понятно. Ну ты же христианин! Так я не сказал, кому клизму ставить-то. Да какому? Народу. Вот так, когда перестройка у нас не идет, и клизму ставят не Гайдаром там, а народу ставят клизму. А ходить-то и нечем. Этих сектантов можно угомонить, только припомнив инцидент. Вот такой святой, а вот такой старец так же делал. Евангелие цитировать им бесполезно. А старцы так делали. А, ну ладно. Мы в миссионерской поездке заехали в Большой Улуй, где меня хотел митрополит Геон, тогда архиепископ поставил, ну, на, предоткрыть священники. Алтарником быть. Зашли, а только один священник. Мы как увидели его, темноватый такой, у него там киосточник, и он стоит в этом комке. Никого нету, один. Ну, выше поговорили, я говорю, положение-то аховое в церкви. С Дальнего Востока приехал патриар... это, я говорю, в Дальний Восток мы проехали, то... духовные развалины. Да вы что? Да ну как можно? Ну, храмы строятся, монастыри открываются. Да ну... Ну зачем так? А я приготовил дальше. Я говорю, это патриарх Кирилл вернулся и сказал, патриарх Кирилл? Ну, наверное, так и есть. Вот у Серахова написано. Богач сказал и провознесли до облаков. Сказал, бедняк, а кто это такой? Дальше Максим пишет. С другой стороны, в шаблонах огромного количества людей вся совокупность действий в рамках служения протерея Владимира Головина наоборот была образцом идеального провинциального священника, батюшки от народа. Чего они не видели у своих бездарьих-парисеев на приходах. Вот и ехали к нему паломники непрекращающимся потоком. А отдельно стоит рассмотреть геттовость мышления в современном русском православии. Для раскрытия этой темы потребуется не одна статья. Если кратко, епископы, священники и воспитанные ими прихожане живут в своеобразном ментальном гетто, которое не только ограничено соответствующими религиозными шаблонами в массе человеческими, не евангельскими, но и находится в ином времени, а именно в пределевикове. И только редкие, самые прогрессивные в кавычках, находятся в 19 веке. Правда такова, что в приходских сектах в кавычках нашего гетто РПЦ, МП, находится около полпроцента населения. Близко к границам нашего гетто живет около пяти процентов населения. В реальности миссия направлена только на эти пять процентов восхитательный знак людей, психологически находящихся на приграничном к церковному гетто территориях. 95% населения России живет в постоянно меняющемся мире в режиме реального времени, а не замедлением в 100-200-500 лет. Для них наше предание старства, средневековые обряды, феодальные порядки в наших сектах, социальная несправедливость на приходах, раболевство, папизм, дикий и неприемлемый. Вот я хотел тут один материал, не знаю, я его найду, не найду, сейчас быстренько постараюсь это найти. Вот смотрите, очень важный материал, я не просто так это хочу, вот смотрите, нашел сразу. Ну вот не видно вам будет здесь, наверное, из мрака язычества. Может увеличить надо или нет? увеличить надо. Увеличить надо. Ну я сейчас увеличу. Вот так. Теперь дальше. Это у меня было 16, ну я сейчас сделаю это 24. Как, сгодится так? Да. Так. Вот теперь слушайте внимательно. Это великий материал. Называется из мрака изыщества. Вот уже четверть века я работаю преподавателем вуза. Вуз не маленький, 21 тысяча студентов. Алтайский государственный технический университет на Лизинском проспекте. Я работаю преподавателем вуза. Тогда еще не университет был. Крещена 9 лет назад. Воцерковилась ли во Христа хрестилась, но облекайся во Христа труд всей жизни. Это она пишет. Регулярно посещать храм стало только тогда, когда Господь привел петь на клиросе. За 5 лет преподавания в Алтайском государственном техническом университете мне пришлось встретиться с 3000 студентов. Дальше. на протяжении 5 лет 1994-1999 год 5 лет я проводил анкетирование. Было опрошено 3000 человек в возрасте от 17 до 23 лет. Это студенты первых и третьих курсов, 14 факультетов, 100 групп. Видно, что эти данные дают человек, который знает, о чем говорит. Опрос показал. Первое. 0,3% безоговорочно считает себя православно верующими исповедовались и причащаются. Не 0,5% как Максима еще в два раза уменьшить надо. Так что Максим говорит это правильно. Второе. 50% никогда не задумывались над проблемами веры. Третье. 2000 студентов это 66,6% три шестерки считают православие устаревшим церковь стяжательницей служить или ее мракобесами или неискренними людьми, которые служат не Богу, а себе. 2000 из 3000. Дальше. Четвертый пункт. 2500 человек 83,3% считают, что в молодости надо грешить, а в старости каяться. Пятое. Это все православное. Говорят, у нас православных 85% в стране. Пятое. 2900 человек 93,3% не смогли ответить на вопрос, что такое целомудрие в духовном смысле слова. Шестой пункт, по которому она опрос сделала. 99,7% не смогли объяснить, чем православие отличается от других мировых религий в вопросе о спасении. Пошли по Санкт-Петербургу показывать, спросить, кто Христос. Практически никто не может ответить. А один ушел мусульманство. Седьмой пункт. 2 990 человек 99,6% считают веру признаком слабости, ущербности, недостатка образования. Это все моченое, крещеное. Восьмой пункт. 2 990 человек от 99,6% не смогла объяснить смысла слов покаяния, грех, смирение, промысел Божий, молитвенное правило, символ веры. Вы потом вернитесь к этому и себе еще раз посмотрите. 9 пункт. 9 900 человек от 30% сторонники и участники тоталитарных сект, среди которых наиболее популярным являются саентология, ивановцы, кришнаиты. Все это православное. 10 не видят в этих заблуждениях опасности, считают, что верить можно как угодно и во что угодно. 99,6% не считают опасным экуминизм. 11 99,6% не знают молитвы, не умеют себя вести в храме, не понимают духовного смысла поста. 12 при этом крещённых православную веру 97,5% среди студентов. Кто пишет? Евгения Цепейникова и перепечатала ипорхиальная газета Алтайская миссия номер 10 76 июнь 1999 года Московская Патриархия Русской Православной Церкви. А она на клирсе поёт комментарии Лапкина, то есть меня. Когда я встретился с Евгением Павловной в этом университете, я вёл занятие 18 лет, прочитав эту статью, чтобы поблагодарить её, то она искренне испугалась, когда я ей растолковал подлинный смысл того, что она напечатала. А результат таков. Из 300 лжекрещённых Московской Патриархии едва лишь один что-то знает из того, что совершается в храме. Так это студенты, а Бабка, это я этого не знаю, которые в старости пришли. Если бы вопрос стоял о том, что знают эти три человека из тысячи и 10 человек из трёх тысяч по Библии, по канонам, то едва ли она нашла бы и одного. Иоанн Затус говорит, если одна овца погибнет по твоей небрежности о священии, то тебе не хватит всей твоей жизни, чтобы загладить вину. За эту душу Христос умирал. А здесь погибает 290 и 10 под вопросом. Так я виноват, что об этом говорю. Приличные встречи с Епильском Пам Антонием, Масендичем, тогда он был, до Дмитриева, Максима, а теперь у нас митрополит Иванников, митрополит Сергий. Приличные встречи с Епильском Пам Антонием в епархии. Мы долго беседовали с ним, более двух часов. И я показал ему эту газету, эти успехи его епархии. И он искренне сокрушался, говоря, «А я что могу сделать-то? Я их посылаю работать, а они воруют». Речь шла о деньгах, тут большой конфликт был, газеты, они с Новоалтайской боролись. А я ездил туда и других умерял. Они сразу ко мне обратились, те и другие. Примириться надо никак. Я пришел и сказал, Леписков тут не прав на сто процентов. Но вы покоритесь, попросите прощения. А когда с ним беседовали, у меня с ним были тоже хорошие отношения от Новоалтайска. Я говорю, «Ну что сделаешь? Ну слабые мы грешники, простите». Я расскажу, как дальше дело было. Подарил ему эту статью, сказав, «С этим результатом явитесь на суд Божий». Он сказал, «А я даже и не знал про эту газету, как-то она прошла мимо, а газета его, епархиальная, попросил его выдать похвальный лист Евгении Цепенниковой. Такие материалы на дороге не валяются», вот как сейчас пишет Степаненко Максим. И сказал ему, «А нас было пять человек с нашим епископом Евтихием Курочкиным. Почему же вы так распустили в вожжи и не наказываете своих священников и работников, о которых патриарх Алексей II сказал, «Каких бандитов напринимали в церковь?» И показал, где он сказал, в церковных ведомостях. Епископ Антоний встал, осторожно открыл дверь своей приемной, выглянул в эту дверь и смущенно сказал, «Боюсь, подслушивает, недавно было покушение от своих же. Нам всем стало страшно и жалко его, заложника насквозь, пропитанной мафиозными структурами московской патриархии. Восьмое, седьмое, 2001-го лепископ Антоний внезапно скончался в возрасте 41-го года на ум 1-10 «И восплетшиеся между собой как терровник и упившиеся как пьяницы, они позже будут совершенно как сухая солома». Это слова не мои, это слова пророка. Я хотел бы даже увеличить их хотя бы немножко, чтобы это увидели. Вот так. Что я сделал? Ну, то и сделал. Вот так. Вот кто они такие. Это я вставочку сделал, это все закрываю и перехожу на свой ресурс. Это у меня противосектантская, мне надо свое открыть, которой я сейчас занимаюсь Максимом Степаненко читаю. Вот. Он 0,5% вот он мне говорит. 95% населения России живет в постоянно меняющемся мире в режиме реального времени. Вот. И тут показано, вот сидит митрополит, крест сверху у него, вот крест на шапке, потому что это ни к чему кланяться, все время крест падает вместе с ним. Но это там можно было додуматься, это крест-то валится. Крест должен укрепляться там, где он прочно стоит. А вот подводы, для большинства нормальных людей вне церковного гетто средневековой обычной РПЦМП дикие и неприемлемые. Вы куплены дорогою ценой, не делайте с рабами человеков, прямое повеление Божие, не делать этого, не делать, это вы искуплены. Первое Коринфянам 7.23. Еще до революции священники при встрече с епископом феодалом обязаны были сделать три земных поклона. Сколько людей в России пришло в ужас, сколько адвокатов испытало шок, как за 28 минут над головяным происходил самый справедливый суд в церкви Христовой в кавычках. Эти сектанты из гетто даже не понимали, что они своим 20-минутым судом сталинской тройки. Шокировали всех нормальных людей не из гетто РПЦ МП. Это марсиане десятилетиями не понимают, что их действия шокируют нормальных людей, а потом проповедуют, что сатана мешает людям грехи церковь. В реальности только это. Вот осталось. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Римлян 2.24. Вот и получается, что в полумиллионном городе за 10 лет крестили 30 тысяч человек. А на приходах по воскресеньям, на литургии, как было, 3000 человек из 500 тысяч жителей города, так и осталось и даже начало сокращаться. «Чтобы вести эффективную миссию среди 95% населения, нужно преодоление нашего секта геттового сознания и изменение всей системы. И некоторые талантливые проповедники-миссионеры интуитивно это начинают сознавать, пытаются осмыслить или даже нести миссии и проповедь не геттовыми средневековыми методами. Как думаете, с чем они быстро сталкиваются? А вот он сказал в ответ «Хотите ли отпущу вам и царя иудейского? Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустило блушевараву». Пилат отвечая опять сказал «Что вы хотите? Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» А они опять закричали «Распни его!» Пилат сказал «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее и закричали «Распни его!» Тогда Пилат желая сделать угодное народу, отпустил им бараву, а Иисус обид предал на распятие. Марка 15 9 14 «Вы думаете Евангелие о давно умерших иудеях это? Оно вечное и справедливое для любого времени. Вот оно, вот оно прямо о современной русской православной церкви духовная слепота, зависть, бездарья и фарисеев, бешенство шаблонно-мыслящей толпы и расправа ради угождения народу или ради угождения властям». Он неспросяно написал это Максим Степаненко однажды озвучил, что женщины без мужей законных, рождающие со стороны осеменилось и принесла ребенка, это такая женщина называется блядью. Ох, как ухватились за это слово, а это слово, блядь, это слово блуд, и оно в словарях и в церковно-славянской Библии написано блядословие, то есть они не знают, что это не ругательное слово, путана можно сказать, проститутка можно, прелюбодейка, блудница, а вот слово это нельзя, а почему нельзя? Откройте словарь Григория Дещенко, священника, и там это слово так все и разъясняется, склоняется. Также после 20-летней противодействия тоталитарным сектам, он сам о себе говорит, вынужден признать, что за последние 10 лет не только ведущие борцы с этими сектами стали авторитарными гуру в сектах, фарисеях, стектоведах, но вырос тоталитаризм во всей церкви, но они слово гуру как в отрицательном что-то, но главный гуру кто там считайте по порядку, ну конечно, самый главнейший из главных это Дворкин, 20 лет свободы 90-х закончились, и государство, и церковь все более становятся тоталитарными, только сейчас начинаю понимать, как мне повезло, я прожил самые свободные 20 лет за всю историю Российской империи, этого уже никогда не будет, я в университетах пяти вел занятия, три радиопрограммы вел, повторяю, во всех отделах милиции, воинских частях и везде говорил живем в золотое время, такой свободы никогда у церкви не было, никогда и не будет, между тем именно в тоталитарных сектах из-за критики вышесостоящих именитых, из-за несогласия с курсом партии, из-за немощи, непринципиальных ошибок с людьми расправляется моментально, это я хорошо помню из лекции нашего ведущего сектореда Александра Леонидовича Горкина, и дальше феномен Кураева, какой он там будет уже феномен, я не знаю, но только выслушать надо обязательно, дьякон Андрей Кураев, яркий и редко талантливый проповедник и миссионер, сколько лет он искренне зазывал людей в церковь не шаблонными аргументами примерами о красоте православия, сколько людей было очаровано глубиной, целостностью и красотой православия через его книги, сколько людей пришло в церковь благодаря его книгам и лекциям, и какую фотографию взял, смотрите, как он смотрит, как полководец перед микрофоном, и вот еще важная деталь у дьякон Андрея Кураева, мало было в его книгах и лекциях того, что священное писание называет солью, слово ваше добудет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому, это очень важный момент, подчеркивает Максим Степаненко, Колостином 4.6, он долгие годы сыпал и сыпал мед и жемщик, никого не обречал, никого не критиковал, ну разве рериховцев, систему не критиковал, ничего самолюбия не задевал, от этого всеми был любим и охотно приглашаем, я называю этот тип миссии Кураевщина, вот что ему открылось, как он это открывает, беда в том, что человек, живущий в смертных грехах, неосоленный, в чью совесть не посвящались евангельскими обречениями, даже после красивых и однозначно талантливых политкорректных лекций Кураева ко Христу не придет. Интересно, когда обо мне столь возвышенно отозвался, что меня назвал самым великим миссионером Андрей Кураев, я зарядил в своей книге 33 тома открытым оком, нашел, что я 120 раз его упоминал, только два раза положительно, а книги моего у него есть, он это знает, и смотря на это, такой человек, это еще только Кирилл Сахаров, я ему как-то сказал, написал даже это, что ты не веришь в это, закрутил эту берсеневскую общину на поле, заросшим, отмершим уже крыжовником колючим, и лимасоны тебя держат за руку, и он это все сам напечатал. Суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий делающий зло и ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обречились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Иоанна 3, 19, 21 Между тем миссия это всегда конфликт. Задача миссионера вызвать души человека конфликт его нынешнего мировоззрения и его евангельской проповеди. Итог такого конфликта либо человек приходит ко Христу, либо он начинает ненавидеть миссионера, что и мы считаем в деяниях. Медом бесконфликтной, бессолевой кураевщиной можно привести не более 1% народа. Вот интересно как это все ну мне говорят это все они из ваших книг берут, не знаю, но у меня это сказано не одну сотню раз об этом. Подозреваю, что он сам впал в эту иллюзию идеального православия, которую насочинял в своем шизоидном сознании. Это не ругательство, это такой психотип. Но вот с годами по мере роста его популярности, развития интернета и средств коммуникации, Диакон начали сливать грязь, которую проповедник не видел с забитых лекционных завузов. И случилось то, что является неврозом любого настоящего идеалиста-миссионера. Миссионер годами искренне старается, призывая людей в православную церковь, которую он полагает самые идеальные. Смотрите, у нас все идеально. Веручения, каноны, иерархия, богослужения, обряды и тому подобное. Миссионер годами искренне и усердно распинается, обороняя всю эту идеальность от нападок сектантов и безбожников. А на приходах, куда приходят люди от него проповедя и служат воры, бездари и парисеи. Народ исполнен суеверием и обрядоверием, епархии управляются корыстными пиодалами и садомитами. Что, Кураев, я сам лично знаю метрополии, где на всех трех капитрах садомиты. Это приносит настоящему миссионеру боль, тяжелейшую тоску и скорбь. И вот рано или поздно миссионер от Бога, имеющий совесть, поворачивается от внешних к своим и начинает сжечь глаголами обличения уже секты нашего гетто РПЦМП. И это правильно. Только беда миссионера с феноменом Кураева в том, что он начинает сжечь обличительными глаголами священников или ипископов Кифу, Аполоса или Кирилла. То есть персоналии конкретных человеков. Думаю, что если убрать того или иного, поставить идеального, то все будет хорошо. Да, с одной стороны ответственность за проблемы и неэффективную работу организации лежит именно на руководстве. Кто главный, тот и несет ответственность. В книге Примудрость Соломона дважды сказано, с начальствующим будет строгий спрос, строго отзыскания. Именно монахи и епископы несут ответственность за падение православия в двух великих империях византийской и российской. Но миссионерам с феноменом Кураева в голову не приходит мысль, что наши проблемы не от бездарности, некомпетентности, нравственной ущербности тех или иных личностей, а наши проблемы в дефектности всей системы. Причем это часто связано не столько с системными ошибками, но и с длительно столетиями смещенными акцентами религиозной жизни. серьезных размышлений соответственных его уму облугок и дефективности системы как таковой. Что с этим делать и чем исправлять, не считая сейчас у проте-диакона? Исправлять все нужно не с замены патриарха или епископа садомитов, глуповатых головяных, хамоватых качевых, в кавычках, а с глубокого анализа системных пороков, недостатков, смещение акцентов, пережитка в прошлое, косность и тому подобное, то есть поражение системы парисейской закваской, которая отравляет Христову церковь преданием старцев, узностью и несвободой, посвятательный знак, человеческого мышления, человеческих шаблонов. Вот и люди это считают и мне всегда говорят, это все взяли у вас, не знаю, повторяю, меня за это долбили и били, понять этого миссионерства на имя Кураева не может. Почему? Потому что проповедь такого миссионера всегда шаблонно построена на принципе мы лучшие, у нас все самое идеальное, если у нас все идеально, что в случае возникших проблем виноваты только человеки, их личные ошибки, а не система, а еще им мешает лицемерие, хроническая болезнь всех профессиональных парисеев и книжников. Я как-то вывел, стал афоризмом теперь, что монашество в том виде, в котором оно есть, принесло зло больше, чем вместе взятые мусульмане, буддисты, масоны, коммунисты и фашисты в несколько раз. Почему они заблокировали проповедь? Два миллиарда мусульман могли быть православными. Понять этого миссионер с феноменом Кураевым не может, не может. Неудивительно, что именно миссионеры и священники с феноменом Кураевым, например, Ирей Георгий Максимов, становятся в первых рядах травли головяных ткачевых, фидосовых в церкви, которые в силу человеческой немощи совершили какие-то ошибки в проповеди, допустили резкость и тому подобное. А они думают, что не из-за проблемности и недостатков систем, а именно из-за Кириллов, Ткачевых ведут люди или уходят из нее. А этих нужно срочно, срочно обличить, а лучше уволить. Я обо мне спросили его, будто бы, я не знаю, и он на меня, Георгий Максимов, сразу бросился, обознал всякими словами лже, потом это псевдо, это их любимые слова, еще гордыня и прелесть, вот два слова. Все, весь набор, как у старобрядцев, ты ретик, переходи к нам. Все, четыре слова. А между тем, просто человеческая, немощь, не основанная на нравственном пороке и корысти, миссии совершенно не мешает. Не мешает миссии церкви ни академическая малообразованность, головина, ни хамса, Ткачева, ни вонючая, ни стирная ряса Кураева, ни безграмотность некоторых писак. Но Бог избрал немудрое миро, что особенно ценно у Максима Степаненко, он берет и все подтверждает священным писанием. Мне говорят, это тоже новость сделал, не знаю. Но Бог избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрых. И немощное миро избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Это первое Коринфянам. Нужно прочитать первая глава, 27 стих. Я снова выделяю эти места. Для немощных я был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Я в Атистском собрании и молюсь с ними. Так напали на меня ужас, как напали. А они молятся очень нас, считают. Если бы сказали нет троицы, другое, соединиться в молитве, это значит признать, аминь сказать. А если я не сказал аминь, я не участвовал в этом. Или в другом месте я долго спрашивал других. Не стоит показать, как я благословляюсь у Ксенза католического перед поездкой. Аджей в Томске. Ой, как уцепили за это. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. И нападает вот где-то там имеет проповеди. А вы не православные. Мое неправославие хватило, чтобы привлечь людей. Как пишет доктор богословия отец Павел Бочков. А тысячи людей, которые пришли с Резигнатия, куда вы делите? Я всех направляю в патриархию. А почему с вами идете? Потому что там смерть для нас. Увы, чем талантливый миссионер и проповедник рассказывает об идеальности РПЦ МП, тем сильнее в нем накапливается раздражение и агрессия на нашу системную неидеальность. И стоит ткачевым по нем еще ляпнуть не то, как вся эта агрессия моментально, конечно, лицемерно, со злобой канализируется, но не на систему, а на святой и непорочной для таковых, а на персонале, на головяных, ткачевых и тому подобное. И дальше заголовок. Раздражение лицемерных идеалистов и холопов. Раздражение лицемерных идеалистов и холопов тесно связано с феноменом Кураева. Бывает даже переплетено, но оно обусловлено искажениями коллективного сознания. Человеку в толпе хочется, но очень хочется верить в то, что он находится в самой лучшей идеальной толпе. Народ тейп, футбольная команда, сообщество, организация, приход, государство и тому подобное, в которое я нахожусь идеально. Бывает и так, идеальный человек может быть только в идеальном обществе. Естественно, когда кто-то в толпе или церкви говорит неидеальные слова, начинается дикое лицемерное озлобление идеалиста в толпе. И вот что я подметил. Чаще всего злоба начинается с бабе-истерики, а не всегда даже с самих женщин, а с истерики их подкаблучников. И картины такие около церкви 1889 год, художник Иван Творожников. В этом контексте стоит тонко выделить реакцию верующих с холопским мышлением. Вы думаете, оно исчезло в России после отмены крепостного права в 1861 году? Сейчас в России самая высокая концентрация людей с холопским мышлением. Именно в Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Эти исторически безумные люди не только мечтают о возрождении в России монархии, чтобы стать не только рабами капиталистов, но холопами царя и дворян. Царь без дворян не существует. Они также трепетно с истерно холопским рвением и подобострастием достойным рассказов Чехова почитают наших церковных феодалов, наших владык, как это делали крестьяне 10 лет назад. Починают или посчитают хотя правильнее сказать эти холопы развращают молодых священников и епископов, что те через 10 лет превращаются в типичных самодовольных средневековых феодалов. И когда наши православные холопы считают критику на феодалов, вот например про дьяконы Андрея Кураева, они конечно приходят в ярость, ведь слава холопов славе его феодала. И конечно они искренне верят. Да и в этом сами феодалы убеждали на протяжении 2000 лет, что их власть именно от Бога, что если Бог поставил или поставит феодала, епископа, царя, то это будет самый идеальный вариант. И во разе Бог может что-то не идеальное поставить во главе империи, епархии. А то, что часто когда назначается преподаватель семинария, руководитель имперхального отдела, руководитель священник, епископ, рядом Бог и не стоит. Это мало кто осознает. Свороченные преданием старцев умы и фарисеев мнят, что если они совершили таинство рукоположения, то Бог просто обязан подчиниться именно их выбору, отсыпать в мозг благодати и талантов и тому подобное. это фактически разновидность магического сознания. Вера фарисеев это вера в обязанного и принужденного ими человеками Бога. Вот поэтому фарисеи это всегда богохульники. И именно для людей с холопским мышлением критическое осмысление реалии жизни православной церкви это всегда хула на церковь. Вы мать церковь поносите? Я как-то разбирал. У меня это есть на нашем сайте я разбирал вопросы и ответы Амросия Юрасова. Потом отдельно разбирал Козлова Максима. Отдельно старобрящийся Складриана Митрополита. Отдельно разбирал по 60 примеров вопросов 50 выступлений в Патриархе Алексея Второго. Митрополита Кирилла Гудяева. Тогда в то время когда он еще митрополитом был и нашел что отвечают правильно не больше чем на 5 процентов. У всех одинаково. 5 процентов всего. И дальше которые им задают вопросы как они отвечают а дальше я согласно Библии показывал они врут они обманывают людей они боятся людей. Как считателю еще начал догадываться подвожу то есть вопрос такой отсутствие понимания системных проблем в русской православной церкви. Слово проблемы отрицаю и называю нерешенные вопросы. Слово проблемы намертво выкидываю. Как считатель уже начал догадываться подвожу к выводу что травля талантных проповедников и прямо и косвенно и просто и многосложно связано с отсутствием понимания системных проблем в русской православной церкви. Чего-чего но обсуждение системных проблем и попыток что-то исправить вообще отсутствует. Все делают вид, что у нас все идеально. Бещеринов только заикнулся о проблемах в церкви а я успел от него все это взять перепечатать себе теперь только обахи и музыке рассуждает. Федосов только номер один журнала ЖМП критически разобрал через полгода запрет и вот тут он выставил Максим что-то а что выставил я не вижу я сейчас через вылечительное стекло прочитаю Максим Степаненко за зачет вот я-то думал что о глубоком системном кризисе могут анонимно говорить священники только на Ахилле и Игнатий Лапки на своем канале о чем говорить о глубоком системном кризисе вот откуда все взято еще пара таких роликов из здравомысля отца Андрея будет невозвратно установлено в его голове но тогда даю максимум три года и наш киберпоп будет уже не руководитель и парфиального отдела система безжалостно расправляется со всеми кто начинает мыслить не системно да еще критиковать систему отче начинайте продумать какие перспективные модели палаток будете шить с 17 мая до 2018 года это он так писал видимо молодец Максим я в своем пророчестве ошибся в сроках не через три года уже через полгода система расправилась с протереем Андреем Федосовым видимо ему писал тогда не немощи людей но эта системная проблема позволяется накапливаться бездарем фарисеем садомитом в церкви которые потом вытравливают из нее таланты именно эти проблемы делают приходскую и парфиальную жизнь не идеальной и тому подобное у меня есть ролик мы посетили жилище нашего епископа Евтихия Курочкина в Ишиме и он все время говорил о системе она настолько достала его что он иногда начинает прямо говорить как все дело выходит обсуждать системные проблемы в церкви в этой статье я не буду иначе столкнусь с такой злобной травлей что не снилось всем вместе вначале перечисленным проповедникам только обозначу тему он меня там перечислял что на меня я скажу я это знаю с какой злобой я вчера только зашел официально скажу около 200 с лишним роликов роликов против меня разные разные люди больше ничем не занимаются и вот что такое монастырская трапеза художник Василий Петров 1865 86 годы еще там священник делает что-то написано освящение публичного дома художник Владимир Маковский 1900 год и дальше лицемерие и некомпетентность епископата ой куда Максим залез комсомольская правда писала самая страшная мафия у нас это церковная мафия комсомольская правда это многообразное явление тут можно писать целую книгу но я заужую это вот до каких рамок и тут все очень просто ответственность за происходящее в любом месте несет главный глава из семьи командир директор губернатор епископ капитан добавлю за аварию в цеху несет не рабочий допустивший аварию это начальник цеха который не смог организовать на высоком уровне обучение повышение квалификации персонала систему безопасности совершенствования технологии ремонт модернизация оборудования и тому подобное вот в епархии появился священник миссионер проповедник свой головин Федосов Касхун Качев который начинает активно писать статьи книги создал популярный сайт блог создал видеоканал в котором за 3 года выложил более 2000 видео которые просмотрели более 26 миллионов раз то есть в епархии появился проповедник который проповедует больше всех вместе взятых священников епархии и который в 10 раз а то и в 100 раз интереснее людям чем сам епископ и все епархиальные бездари в рясах в любой нормальной человеческой организации управляемой компетентным руководителем такой талант не только получает поддержку материальную кадровую и тому подобное но и пристальное внимание компетентного начальства которое будет прослеживать творчество проповедника чтобы вовремя обнаружить человеческие немощи которые рано или поздно дадут свой негатив и вовремя восхитательный знак их украшевать и исправить в том числе ради блага проповедника кто быстрее бежит тот больнее падает если оступится я не поверю что в карликовых чей реке и партиях десятки головяных или феодосов что у епископов нет времени лично прослушать все их видеозаписи и увидев негативные тенденции в духе отеческой братской любви указать на ошибки обсудить разобрать ту или иную проповедь или назначить опытного доброжелательного цензора если бы наши епископы были компетентными управленцами и действовали как истинные пастыри разве произошло то что произошло с партиереем Максимом Каскуновым Владимиром Головяным Андреем Пидосом Андреем Качевым все эти люди только возрастали в своих талантах и радовались своими раз от раза совершенными проповедями разве ситуация с Головяным выздоровела за две недели два месяца даже не за год если там было реальное беззаконие почему его еще в корне не выращивал епископ а теперь плохой Головин лишен сана а его начальник служит чистой совестью вне нашего православного гетто в нормальных человеческих организациях где еще есть понятие чести в таких ситуациях либо подают в отставку либо с усердием вращают проблемного но однозначно талантливого специалиста вот маринеску торпедировал пассажирский корабль капитан ты не виноват и он понял я виноват и сразу застрелился вот сколько таких моделей то уже было дальше я не буду считать вчера там я засчитывал это Володя подойди пожалуйста я на этом закончу если надо будет тогда я засчитаю от этого места начиная и страница это будет 57 там у меня третью часть вчера Сергей выставил с третьей части вот они покажи ходят он ходить начал вот они где и подошли на эту сторону почему потому что тут я им подсыпаю давайте ну-ка давайте идите они знают вот этот звук значит семечки здесь и вот мы его кормили сегодня тоже надо будет покормить еще вот они где покормить искусственное питание через шланг ну и все прямо в желудок проталкивает вот туда накачивает горячее с Богом с Богом с Богом с Богом на